Томаты Томаты Наша диета богата углеводами и белками, питание которыми смещает внутреннюю среду нашего организма в кислую сторону. Мы очень много говорим о кислотности почвы, о важности кислотности для растений, но не стоит забывать и о том, что внутренняя среда нашего организма также подвержена колебаниям кислотности, причем не в лучшую сторону. Так вот, томаты, обладая кислым вкусом, как раз и помогают нам поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс в нашем организме. Сегодня я еще хочу поговорить с вами о очень двух важных пигментах, которые содержатся в томатах. Это бета-каротин и ликопин. С детства мы помним, что бета-каротин является одним из самых важных компонентов многих овощей. С детства нам говорили, ешь морковку, пей морковный сок, у тебя будет хорошее зрение, будет красивая кожа, волосы, ногти и так далее. Но вот о ликопине, к сожалению, мы узнали совсем недавно. В популярной литературе только последние примерно 10 лет можно слышать о большой пользе этого пигмента. Ликопин является родственным пигментом бета-каротина и, можно сказать, что является одной из его форм. Томаты содержат ликопин в больших объемах. Хотя, на самом деле, нельзя сказать, что томат является лидером по содержанию ликопина. Лидером по содержанию ликопина является, конечно, арбуз. Именно его розовый цвет мякоти обусловлен содержанием этого пигмента. Однако, как и бета-каротин, ликопин является жирорастворимым веществом. В этой связи его усвоение возможно только в присутствии жирной пищи. Арбуз мы зачастую едим в чистом виде, не потребляя вместе с какими-либо соусами или жирными продуктами. Поэтому такой небольшой лавхак. Когда вы кушаете арбуз, обязательно заешьте его бутербродом с маслом или выпейте чайную ложечку нашей блютеиновой настойки на масло. Это существенно повысит пищевую ценность арбуза. Ну, а мы вернемся к томатам. Каких только сортов томатов нет. И желтые, совсем светлые вот такие бывают. Бывают почти белые. Бывают томаты зеленой окраски, пестрые. Традиционные красные, желтые разных оттенков. И вот такие вот ярко насыщенно оранжевые. Ну, и еще надо отдать внимание должное вот таким вот бурым томатам. Разумеется, что цвет томата обусловлен накоплением в нем пигментов. Традиционный красный томат содержит и бета-каротин, и ликопин. К сожалению, попытки селекционным путем увеличить количество ликопина в томатах одновременно с увеличением бета-каротина практически не удаются. Дело в том, что если в томатах накапливается много ликопина, бета-каротина становится меньше. И наоборот, при увеличении концентрации бета-каротина количество ликопина существенно снижается. Когда мы встречаемся с желтым томатом, можно сказать, что он практически лишен ликопина. Вот этот желтый цвет, это не что иное, как бета-каротин. В этой связи, если вы хотите обогащать ваш рацион высокими дозами бета-каротина, вам следует завести у себя вот такие насыщенно-оранжевые томаты. Именно они и будут хорошим источником бета-каротина. А ведь бета-каротин в нашем организме превращается в ретинол, витамин А, который является очень важным жизненеобходимым витамином для нас. Что же касается ликопина, то очень высокие дозы ликопина задержатся вот в таких вот розовых томатах. Вот этот розовый такой арбузный цвет, это и есть ликопин. Их совместное содержание дает нам традиционный красный цвет томата. Чем же так важен ликопин? Ликопин, как и бета-каротин, является мощным антиоксидантом. Однако же у него есть очень полезное свойство для нашего организма. Существует два типа холестерина. Холестерин полезный и холестерин вредный. Полезный холестерин это липопротеиды высокой плотности. А холестерин вредный, которому приписывают свойства вызывать атеросклероз, воспалительные заболевания, различные заболевания сердца, это липопротеиды низкой плотности. Когда бета-каротин попадает в наш организм, он попадает в кровь и связывается с липопротеидами высокой плотности, с хорошим полезным холестерином. А ликопин, когда попадает в наш организм, то связывается как раз с вредным, плохим холестерином. И это для нашего организма очень хорошо. Он защищает этот вредный холестерин от окисления и от того, что он нанесет вред нашему организму. То есть, ликопин защищает нас от атеросклероза и различных болезней сердца. В этой связи потребление ликопина является просто жизненно необходимым. Особенно, что греха таить, при нашей иногда не совсем полезной ежедневной диете. При потреблении высокого количества жиров, а особенно большого количества сахара, которые как раз и провоцируют возникновение атеросклероза в различных воспалительных процессах в нашем организме. Поэтому, если вы хотите обогатить ваше питание большими дозами ликопина, выбирайте и высаживайте у себя на участке вот такие розовые томаты. При совмещении розовых томатов с оранжевыми, вы можете быть уверены в том, что получаете достаточно высокие дозы и ликопина, и бета-каротина. Ну что ж, насыщенные красные томаты также весьма полезны. И продукты их переработки тоже полезны, потому что при тепловой обработке количество ликопина, доступного нашему организму, становится больше. Благодаря тому, что клетки разрушаются, а ликопин, как и бета-каротин, устойчивы к термообработке. Кроме того, что томаты весьма полезны для внутреннего потребления, стоит не забывать, что томаты также содержат, в связи с тем, что они содержат антиоксиданты и другие полезные вещества, в том числе аскорбиновую кислоту, весьма полезны для наружного применения. Для этих целей лучше всего использовать томатную пасту, просто в связи с ее консистенцией. Чайная ложечка томатной пасты с чайной ложечкой растительного масла и чайной ложечкой дрожжей, перемешанные до кремообразной консистенции, помогут сохранить свежесть и молодость вашей кожи. Есть один нюанс при применении этого средства. Люди с очень светлой кожей, особенно в конце зимы, когда нет уже загара, когда кожа светлая, могут получить легкий оранжевый оттенок. Ведь это средство является глубоко и активно действующим в эпидермисе кожи. В этой связи необходимо сделать меньше экспозицию, подержать минут 15 такое средство, такой состав на коже. А для тех, у кого кожа загорелая или более смуглая, не стоит опасаться каких-то оттенков, которые могут вызвать какое-то неестественное окрашивание кожи. В такой маске нужно ходить хоть половину лет. Она легко смывается, она комфортна на коже. Используйте иногда это средство для омоложения и для поддержания хорошего внешнего вида. Стоит напомнить, что томаты содержат также большое количество витамина С, который важен и для внутреннего потребления, и, конечно же, для наружного. Потому что витамин С очень сильно стимулирует синтез коллагена. Это того матрикса, который поддерживает упругость нашей кожи. Кроме того, томаты содержат достаточное количество щавелевой кислоты. Вот щавелевая кислота, вот этот компонент, он является не очень полезным для нашего организма. Щавелевая кислота связывает кальций, а также приводит к образованию оксалатных камней в почках. Этот тип камней является наиболее трудно растворимым с помощью каких-то лекарственных, растительных средств. Поэтому людям, которые склонны к накоплению избыточного количества оксалатов, не стоит увлекаться большим количеством томатов и продуктами их переработки. Также стоит помнить и об аскорбиновой кислоте у витамины С. Казалось бы, при чем здесь оксалатные камни в почках и витамин С? Оказывается, люди делятся на две большие группы по тому, как их организм реагирует на витамин С. Часть людей избыток витамина С выделяют в том виде, в котором они его получили, то есть в виде аскорбиновой кислоты. Другие же люди окисляют этот избыток витамина С, превращая его в щавелевую кислоту. Именно для таких людей потребление больших доз аскорбиновой кислоты, а также продуктов, которые содержат высокое количество аскорбиновой кислоты, в больших количествах нежелательно во избежание образования оксалатных камней. Но против этого недостатка есть и другой прием. Следует потреблять большое количество воды, большое количество жидкости. Особенно летом, в жару, когда большое количество влаги испаряется в виде пота, соответственно, щавелевая кислота может концентрироваться, и в этот момент как раз образуется риск образования камней. Поэтому, если вы, как и я, любите грейпфруты, любите свеклу, любите шпинаты, любите томаты в том числе, при потреблении продуктов, содержащих аксалаты, потребляйте большое количество воды, а перед выходом на улицу выпивайте стакан воды до того, как у вас появилась жажда. В этом случае вы вполне сможете избавить себя от риска образования оксалатных камней, выпадения оксалатных солей в почках. Многие задаются вопросом, а правда ли, что томаты в салате свежие нельзя совмещать с огурцами? Доля правды в этом действительно есть. Дело в том, что огурцы в своем составе содержат фермент, который называется аскорбаза. Он разрушает витамин С. Но при всем том, в толще кусочков томатов, витамин С все равно остается. Ведь туда аскорбаза не пробирается. Поэтому, если вы хотите сохранить вот все прям количество витамина С, которое содержится в томатах, в этом случае, конечно, вам лучше есть томатный салат отдельно, а гречный салат отдельно. Ну, а если вы потребляете этих продуктов достаточно много, ожидать, что у вас будут какие-то недостатки по витамину С, в связи с тем, что вы едите салат из огурцов и томата вместе, конечно же, не приходится. Вот это разрушение витамина С не является таким уж драматическим и таким серьезным, как можно было бы ожидать. И еще один вопрос, на котором я остановлюсь, который все время мне задают и который связан с накоплением пигментов, это неравномерное окрашивание плодов томатов как снаружи, так и внутри. Образование всевозможных зеленых зон, а в разрезе содержание там такой неравномерной окраски, каких-то белых таких тяжей и так далее. Все это связано с неравномерным накоплением пигментов, каротиноидов и ликопинов, которые обуславливают окраску поверхности и мякоти томатов. С чем может быть связана такая неравномерная окраска? Во-первых, калий является очень важным элементом питания растений, который обуславливает правильное и однородное накопление окраски. Хорошо известно, что недостаток калия проявляется на плодах в виде неравномерной окраски. Стандартные красные плоды могут иметь желтые пятна на поверхности, а также белые такие тяжи внутри. Это касается и плодов с другой окраской. Иногда возникает вопрос, ну как же так? Я делаю хорошие подкормки калия и вообще снимаю томаты, вот какие-то плоды на одном и том же растении являются совершенно нормальными, а другие в разрезе проявляют вот такую неоднородную окраску, белый цвет где-то мякоти и так далее. Все это связано с тем, что в момент созревания плодов, когда растение очень нагружено плодами, до каких-то плодов этот калий, который находится в почве, может и не доходить. То есть растение не в целом испытывает недостаток питания, а отдельные его плоды на кистях. Это явление достаточно хорошо и широко известно. Кроме того, очень высокие температуры нарушают нормальное всасывание калия и как следствие нарушается синтез этих пигментов и равномерность окраски плода. Его размягчение, накопление там пектинов, сахаров, ну и всех остальных веществ, которые обуславливают потребительские свойства плодов. Может быть такая ситуация, и когда вот одно растение, вот все с такими белыми, белесыми плодами внутри, а другое растение, которое растет рядом в тех же самых условиях, совершенно нормальное. В этом случае необходимо подумать о том, что растения, несмотря на то, что находятся в одинаковых условиях, имеют по-разному развитую корневую систему. У одного растения корневая система развилась хорошо, а у другого растения по каким-то причинам существует недостаточность корневой системы. И эта недостаточность не проявлялась до тех пор, пока растение не вынуждено работать изо всех сил, на пределе своих усилий и обеспечивать хорошее созревание плодов. Вот тогда-то и может проявиться какой-то огрех в развитии корневой системы. Как добиться правильного развития корневой системы, мы будем с вами говорить еще не раз. Ну и в конце я остановлюсь на томатах вот с такой вот темной гурой окраской. Если вы опасаетесь, что вы склонны к оксалатным камням, и что в вашем организме могут накапливаться оксалаты из-за высокого уровня потребления томатов, в то же время вы их любите так же, как и я, но и хотите одновременно получать достаточно высокие дозы ликопина, защищать сердце, защищать свои сосуды, обязательно выращивайте томаты вот таких сортов, вот такого типа. Дело в том, что вот эти сорта имеют самую высокую концентрацию ликопина. Они имеют такую густую, очень темную розовую окраску. Это значит, что они накапливают высокие дозы ликопина. Именно они будут прекрасным трахелактическим средством против болезней сердца, болезней сосудов, и, соответственно, избавят вас, возможно, от подобного рода хлопот, особенно с возрастом, потому что именно с возрастом в нашем организме накапливаются свободные радикалы. Именно они обуславливают темпы нашего старения, а также заболевания возрастные, связанные с нашим возрастом. На этом я заканчиваю этот наш выпуск. Я желаю вам крепкого здоровья. Заходите к нам в сообщество, у нас там тоже много всего интересного. Задавайте свои вопросы. Всего хорошего. До новых встреч.